Привет, Оль, не занята? Нет, присаживайся. Благодарю. Свидание, что ли? Ах, свидание, свидание. Вовремя пришел, минут в минуту, молодец. Да нет, даже раньше, у нас в 6 часов свидание, а я чуть-чуть пораньше пришел, вдруг она тоже пораньше придет. Наивный молодой чемодан. Ах, ну и пусть раньше не приходит. Я тут подожду, подумаю о ней. Ну-ну, давай, давай. Вот, сейчас она, наверное, пьет чай, держа чашечку своей изящной, чуть-чуть пуклой ручкой, своими белоснежными зубками она надкусывает печенье и начинает его кушать. И чавкать. Да нет, что вы, она у меня культурная. А потом она быстро встает, идет к зеркалу и пудрит свой прелестный носик. С бородавкой. Что вы, нет у нее никакой бородавки. Попудрив носик, она начинает красить глазки, которые светятся, как два солнца. Причёсывает свои волосы. И перхоть сыпется. Да нет у нее никакой перхоти. Ее волосы пахнут лавандой. Потом она надевает маленькие туфельки и ее ножки. Кривые, небось. Да что вы заладили? Вы же ее не видели даже. И вообще, кто вам дал право, так о ней говорит. Она у меня лучше всех на свете. Лучше всех она у него. Подожди, пройдешь с пару часиков и узнаешь, кто мне дал такое право говорить. Ой, милка, на свидание, что ли, спешишь? Смотри, сидит, ждет. А тебе думает? Ну, я тогда пойду. Постой, постой, постой. Девушки на свидание должны опаздывать. Подумают о тебе и любить тебя больше будут. Правда? Клянусь льготным проездным. Ну, я тогда пойду, наверное, в магазин пока сбегаю. Давай, давай. Сходи, сходи. Ну и что? Уже семь часов. И где твоя принцесса? А, небось, клесит сейчас подруга чай, держа литровую кружку своей толстенной волосатой ручище, отопырив свой кривой мизинец, всеми своими двадцатью тремя желтыми зубами она кусает батон с маслом и начинает его жевать. И чавкать? Да, да, чавкать. Аж за ушами крещит. Она чавкает, облизывая свои толстенные губещи, а потом она в развалку такая поднимается и шаркает тапочками, плетется к зеркалу, пудрит там свой носик. С бородавкой. С огромной бородавкой. Замазывает крещи, которые от этого, они становятся еще более заметнее, рисует брови, которых у нее нет, да и не было никогда вовсе, причесывает свои грязные засаленные волосы и перхоть свистит. Да снегопад. Потом сует лапы в растоптанной туфле и ее ножище. Кривые, небось. Да. И я жду такое страшилище. А я тебе что говорила? Милый, давно ждешь меня? Ох, давно-давно. Думал, наверное, обо мне. Думал, думал, да. Да? И что надумал? Знаешь, дорогая, знаешь, мне кажется, я тебя не достойен. Что? Как же так? Юра, подожди! Как же так? Подожди же, Юра! Ну что, старая, как тебе впечатление от первого раза? Ой, улет! Просто видимость я ощущаю. Не брехала я тебе, что это куда круче, чем дома, пусть говорят, смотреть. Давай завтра сюда в пять подваливай. Конечно, подойду обязательно. До сих пор. Продолжение следует...